Приветствую вас. Первое, что стоит отметить, это то, что есть два взаимосвязанных между собой элемента, которые совместно образовывают единую основу для того, чтобы вы сказали своему сыну о том, что в вашей жизни появился мужчина. Эти элементы представляют из себя, первое, ваше уверенное и четкое поведение вместе с такой же уверенной и четкой позицией по данному вопросу. То есть никаких сомнений, никаких колебаний, ничего такого быть не должно. Соответственно, если какие-то колебания есть, если не уверены в себе есть, то, соответственно, это необходимо уже лично с вами разбираться. Второй элемент касается того, что подростки считывают неуверенность родителей. Ну и, по большому счету, неуверенность любого человека, потому что они и сами не уверены в себе. Подростки, я имею в виду. И нужно понимать, что подросток, он воспримет то, что вы ему скажете через призму неуверенности, так, как будто вы сами считаете это всем-то плохим. И в любом случае у него будет некое сопротивление. В любом случае ему, конечно, будет неприятно, в любом случае там может быть какая-то реакция негативная и так далее, и так далее, и так далее. Но, но, нужно понимать, что если вы представите ситуацию уверенно, то я полагаю, что вам будет легче, вам будет легче, и подросткам все будет легче, потому что он будет чувствовать, что может на вас опереть. То есть он будет специально проверять, насколько вы уверены в себе, потому что будет бояться. Будет бояться того, что ему что-то угрожает, того, что вам что-то угрожает. Если он общается с папой, нужно сказать, что обязательно на его общении с отцом это никак не скажется. То есть как общался, так и будет общаться. Проблем никаких не будет. Дальше. Перед тем, как сказать ему об этом, ну о том, что в вашей жизни появился мужчина, нужно, чтобы он, то бишь этот мужчина, был воспринят ребенком, максимально непредвзятым. Вот максимально, настолько, насколько это возможно. Для этого, конечно, желательно, чтобы первая встреча, и может быть несколько встреч, если есть возможность, прошли в том ключе, значит, что вы просто знакомите вашего ребенка с этим человеком. Понимаете, вы уже упустили момент, когда нужно было сказать по-хорошему. По-хорошему, вот в тот момент, когда у вас появились чувства, или когда вы сблизились с мужчиной, вам нужно было сразу же ребенку об этом сказать. Но раз не сказали, то вот теперь нужно работать с тем, что есть, а значит, что нужно соответственно корректировать свое поведение. И начните с того, что спросите у него, не против ли он, если к вам привел в гости. Известно, ребенок скажет, кто, и вы скажете, что это очень хорошие люди, очень хорошие люди, они для вас очень важны эти люди. Вот так вы скажете. Не обязательно говорить, что это друзья, просто сказать, что это очень важные для вас люди. Желательно, чтобы мужчина пришел не один. Ну, может быть, с женщиной, может быть, пришел с мальчиком, если у него есть ребенок. Или с девочкой какой-нибудь пришел бы. Несколько мужчин не рекомендуется, чтобы приходили. Ну, с женщиной, возможно, это самый лучший вариант, если у него есть сестра, или если у него есть мама, то чтобы они пришли вместе, это было бы идеально. Соответственно, мужчину вы можете подготовить, чтобы он вел себя с вашим ребенком соответствующим. То есть, ну, опять же, не нужно слишком подготавливать, чтобы общение было естественным, правильным. Вот. Ну, можно просто сказать, что подросток любит, вот, чем он увлекается, например, что ему интересно, например, опять же. Это было бы здорово именно в том контексте, что они смогли бы найти общий язык друг к другу. То есть, тут вот нужно такую четкую грану соблюдать. Что не надо, не, 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 не учить, да, его как надо. А именно все-таки, именно все-таки, вот, оставить за ним, за мужчиной, право выбора, вот. Но, при этом, чтобы он понимал, какие интересы у ребенка. Значит, ну, вот пару раз можно будет, так, встретиться. А потом, потом, все, что вам нужно, это сказать, как есть, что дорогой мой сын, да, как бы, пойми, пойми правильно, жизнь идет, и я взрослый, здоровый человек, вот, и в моей жизни появился мужчина. Вот, тут, чем, чем проще и понятнее вы будете излагать свою мысль, тем лучше будет для ребенка, потому что, ну, ему будет понятнее просто. А дальше, все справедливо, то, что я вам уже сказал. Вот. Вот так, вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Вот. Многое, как вам и сказали коллеги, зависит от ваших отношений с сыном. Ну, я полагаю, что они не самые доверительные, раз вы не можете сказать ему об этом. Плюс, я полагаю, что у вас имеется чувство вины перед ребенком, ну, возможно, за развод, возможно, за то, что он больше не с папой и так далее, и так далее, и так далее. Чувство вины, причем это такое долгое чувство вины, то есть это не приходящее. Чувство вины плохой помощник для того, чтобы сказать какие-то важные вещи и для того, чтобы выстраивать доверительные и равноправные отношения. Чувство вины, что помощник плохой в этом, поэтому я думаю, что если оно у вас тоже есть, чувство вины, то его желательно убрать. Потому что, опять же, подростки чувствуют, они чувствуют и знают, если вы будете чувствовать вину, и они будут на это давить, потому что для них это угроза. Вот так, я думаю, вам можно ответить. Куча вопросов, выбирайте себе эксперта на нашем ресурсе и задавайте их, не очень понятно, почему вы сразу не написали эти вопросы в тексте. Вот, мы бы на них ответили позже. Вот, я думаю, но пока так, пока так. Вполне может быть, что после развода у вас остались какие-то негативные переживания, негативные черты, негативные эмоции. Это тоже можно откорректировать и убрать. Я желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам успешного разрешения данной ситуации и всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...